Вчера мы установили в саду многоярусную грядку, а сегодня докажем, что на маленькой площади в 3 квадратных метра можно разбить настоящую клубничную плантацию. Казалось бы, сажать клубнику дело нехитрое. Выкопал ямку, разместил, закопал. А если у вас 100 кустов или 200, тогда вечера не управишься. Поэтому я попросила мужа сделать мне удобное приспособление. Это большой гвоздь, которому приварена половинка шайбы. А теперь смотрите, как удобно им работать. Намечаем точку, захватываем корень и вдавливаем в землю. Оп! Готово! Сажать клубнику надо только до корневой шейки. Вот она. А еще саженцу надо подрезать корни, чтобы они лучше разрастались. Именно для этого к моему инструменту приварена половинка шайбы. Как это действует, сейчас покажу. Придерживаю уже посаженный кустик, чтобы не заглубить его. И резко вдавливаю инструмент в землю. Слышали хруст? Это я подрезала корни. Каждый кустик сажаем на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга. В этом преимущество многоярусной грядки, что растения можно располагать близко друг к другу. Ухаживать за ними легко. Как видите, каждый кустик под рукой. А когда вырастут ягоды, они будут свисать с бортика, а не лежать на земле. А значит, серая гниль им не страшна. Ну вот, четырехъярусная грядка готова. Напомню, что занимает она всего 3 квадратных метра. А вместила в себя 100 кустов клубники. Это же целая плантация. Если бы я высаживала ягоду традиционным способом, на это ушло бы 10 квадратных метров. Почувствуйте разницу. А кроме того, такая грядка станет украшением вашего участка.